Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анташа Пархоменко и, как вы уже догадались, это мой кулинарный канал. В этом видео мы с вами приготовим очень вкусные, нежные и красивые капкейки по классическому рецепту. Ну что ж, давайте посмотрим, что вам для этого понадобится. Для капкейков с масляным кремом нам понадобится для теста 200 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 грамм сливочного масла, 120 мл молока, 2 яйца, ароматизатор по вкусу, я взяла коньяк, 150 грамм сахара. Для крема 250 грамм сливочного масла, 150 мл молока, 200 грамм сахара, 1 яйцо, 1 пакетик ванильного сахара. Также еще понадобится пищевой краситель. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Прежде чем приступать к приготовлению капкейков, я бы вам посоветовала взять масло, которое вы приготовили на крем, достать его из холодильника, положить на тарелочку и оставить его при комнатной температуре, так как перед использованием оно должно быть мягким. Я масло приготовила, пока я его отставляю. А сейчас, в самом начале, мы с вами приготовим заварную часть для крема, так как перед использованием она должна полностью остыть, должна быть холодной. Для этого я взяла молоко, вылила его в кастрюльку. Теперь к молоку добавляю яйцо и хорошенько все взбиваю. Теперь сюда же добавляем ванильный сахар и сахар. И снова все перемешиваем. Теперь отправляем массу на паровую баню. Будем варить, постоянно помешивая, до такого вот легкого загустения. Заварную часть крема я проварила до легкого загустения. По консистенции напоминает жидкое сгущенное молоко. Я перелила ее в тарелочку. Это я сделала для того, чтобы она быстрее остыла. Теперь отставляю ее до полного остывания. Буду периодически помешивать, чтобы сверху не образовалась такая вот пленочка. А сейчас мы с вами приступаем к выпечке капкейков. Я взяла сливочное масло, положила его в миску. Оно должно быть комнатной температуры. Видите, вот такой вот мягенькой. Теперь к нему добавляю сахар и все хорошенько взбиваю миксером. Масло с сахаром я взбила. Теперь сюда добавляем яйца и снова все хорошенько взбиваем. Я все хорошенько взбила. А сейчас нам нужно муку смешать с разрыхлителем и все просеять через сито. Муку с разрыхлителем я просеяла. Теперь в взбитую массу добавляем пару капель ароматизатора. Будем добавлять порциями муку и все хорошенько взбивать миксером. Я добавила всю муку, все взбила. Теперь сюда же в конце добавляем молоко и все взбиваем до однородной консистенции. Тесто для капкейков я приготовила. Вот такое вот оно должно получиться по консистенции. На этом этапе я включила разогреваться духовку до 180 градусов Цельсия. Сейчас мы с вами будем уже выпекать капкейки. Я выпекаю их в таких вот специальных бумажных формочках. Сейчас берем и наполняем их на 3 четвертая часть. Не сильно помню, чтобы они были. Я заполнила все формочки тестом. Как вы уже, наверное, заметили, я поменяла формы. Сначала я брала вот такие вот ребристые формы для кексов, вставляла в них вот эти вот бумажечки. Но оно получилось некрасиво. Да, вот эти вот бумажечные формы, они меняли форму. Я решила поменять на такой вот ровненькие формочки. Так что такие формочки для выпечки капкейков лучше не берите. Берите лучше с такими вот ровными боками. Теперь, отправляя их выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов Цельсия, я буду выпекать 25-30 минут. Готовность буду проверять с помощью зубочистки. Если я проткну капкейки, зубочистка будет сухой, значит он уже готов. Капкейки я все испекла. Теперь нужно, чтобы они полностью остыли. Пока я занималась выпечкой капкейков, заварная часть крема уже полностью остыла. Масло уже у нас нужной консистенции. Видите, какое-то такое вот мягенькое. Теперь мы с вами приступим к приготовлению крема. Для начала нам нужно взбить масло в такую вот пышную пену. Масло я взбила. Оно стало таким вот воздушным, немножко увеличилось в объеме. Теперь по одной столовой ложке будем добавлять заварную массу. И взбивать все хорошенько миксером. Крем я уже полностью взбила. Смотрите, какой он получился красивый, вот такой вот воздушный и очень-очень вкусный. Теперь нужно разделить его на две равных части. В одну часть, по желанию, добавляем пищевой краситель. Вы можете его не добавлять, можете оставить просто вот таким вот беленьким и украшать. Можете добавить какао-порошок. Тоже будет очень вкусно и очень красиво. И снова взбиваем миксером. Крем я взбила. Вот такой у меня получился нежно-розовый такой и белый. Теперь посуду с кремами нужно накрыть пищевой пленкой. И отправим их в холодильник на 10 минут, чтобы немножко крем застыл. Крем постоял в холодильнике, он немножко застыл. Капкейки полностью остыли, они холодные. Теперь приступаем к украшению. Я взяла кондитерский мешок, вот такую вот насадку, у меня такая вот закрученная звездочка. Теперь напополам розового и белого крема будем заполнять кондитерский мешок. Я заполнила кондитерский мешок кремом. Теперь нужно немножко крема отсадить, чтобы у нас была вот такая красивая картинка, как нам хотелось. Розовый и с белым. Вот видите? И теперь будем украшать капкейки. Вот таким вот образом я украшу все капкейки. Капкейки я украсила, можно подавать их к столу. Они получились очень красивые и вкусные. В них идеальное сочетание мягкого, ароматного кексика и нежного крема. Этот десерт будет чудесным украшением праздничного стола. Вариантов приготовления капкейков очень много. И с начинкой, и с шоколадной. В дальнейшем я с вами обязательно поделюсь разными рецептами приготовления этого чудесного десерта. А я надеюсь, вам понравился этот рецепт. И вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!